Добрый вечер. Железов на связи. Раньше бы сказали, с Вольной на связи. Смольный как символ революционности. И то, чем мы сейчас занимаемся с вами, это и есть революция. Сильно она задержалась, сильно укоренилась дикое невежество, невероятно. Злобное отношение к почве, злобное отношение к муравьям, злобное отношение к веткам деревьев, как будто они лучше знают, чем природа, чем Бог. Поехали. Смотрите, эта фотография сделана 4 апреля. Приехали милые люди из Инносинска. Сказали, хотим. Приехали мимо. Вот. А нет, это другая пара ехала мимо. Я уже путаю. Итак, они ехали специально за двумя саженцами. У них проблемы в саду. Вот. Вот эта милая женщина и ее муж. Вот эти два саженца. Посмотрите, как упакованы. Посмотрите, качество. Посмотрите, что они сильно обрезаны не для того, чтобы в салон вошли, а для того, чтобы лучше прижились от обрезка по железу. Придумал не я. Покажу вам старинные еще фотографии. Есть такое понятие обрезка при посадке. Но там проще. Там корни обрежут, а потом, чтобы уравновесить, что кровно обрежут. А так, чтобы корни не резать, им только у головы не приехали. Потому что книга на одну страницу меньше, значит, и гонорар на одну страницу меньше. Вот такая чудовищная история. Вот. Так постепенно извратили все садамусство. Смотрим дальше. Вот. Это было восьмого. Сегодня я просыпаюсь. Вот. А зима стучит как-то в глаза. Вот. Или как там я забыл. Песню хотел. А уже забыл детские песни. И елочку взяли мы домой. Так. Вот это видите, значит, казалось бы, прекратилось все. На абрикосах, на некоторых ранних, на почки надулись. Но эти морозы от минус двух до пяти и мне страшны, пока не распустились почки цветочные. Так. Вот. И еще. Муж сказал, вы знаете, у нас проблемы, у нас деревья гибнут. Нам сказали, виноваты грибы и надо убить бордоской жидкостью. И еще, его еще чем-то сказали. А. Он с трудом назвал, перекорежил название гриба. Ну, кто-то сильно грамотный сказал. Так. И сказал про бордоску жидкость ему. Он растерянности повторяет еще какой-то жидкостью. Вот. Я сказал, не подходите к дереву, вот, с этим, с ядохимикатами. И все это херня. Я уже такие слова выбираю. Я уже почти перестал выбирать. Потому что нормальным слов уже не хватает. Вот. А причину, по-моему, речь шла о взрослой груши. Надо, ну, то есть, не осажемся, а хотя бы несколько лет уже. Я говорю, раскопайте. Докопайтесь до колей, посмотрите, сгнило, не сгнило. Покажу вам потом ниже. В чем причина. Все, что сказали ему, он, бедный, пойдет на базар, на рынок, в киоск, купит бордосскую жидкость. Можно ее и приготовить, эту жидкость. Вот. И начнет прескать. Взрослая, ну, достаточно взрослая дерево. Ну, в общем, дурю мается. Потому что грибы, а мне совершенно ни в чем не виноваты. Это одно из исторических моих. Одно из нескольких десятков исторических моих постулатов. Еще не аксиома. Потому что все еще пытаются доказать, что грибы есть патогенные. Которые все равно сожрут. Вот. То есть, я не то, что не прав, а в некоторых случаях и железо не прав. А я вам говорю, не подходите. Если причина бактериальная болезнь, и у вас гибнет из-за этого бактериальный рак, например. Ну, это название такое условное. Бактериальный рак, даже где-то несовместимое. Рак – это грибное заболевание. Вот. И вам должны просто-напросто оставить дерево в покое. И никогда никому не верьте, ничего не делайте. Потому что вы уже свое дело сделаете. Или купили совершенно негодное для Сибири. Немало стойкого дерева. Кажется, у него не одно болеет дерево. Или вы посадили так, что в нее нет основания штампа. Вот эти две причины, они объективные. Вам кардиосадность покупали. Кто-нибудь сказал для кардио-вашейка? Но мы к этому еще вернемся. Просто каждый раз, когда ты натыкаешься на вот эту дикость, берите и боитесь с грибами. Ну, что за люди такие? Не зная ничего, повторяя друг за другом уже тысячекратно. Авторство идет в 21 век, авторство все это самое. Попугайничали. Идем дальше. Я из принципа. Знаете, как это слово? Как это? Ракин. Из принципа. Из принципа. Из принципа. Это подзелезов из принципа. Только у него другой повод был про принцип. Он изображал Лукаша. Из принципа. А вот это мой принцип. Я беру совершенно здоровое, молодое дерево без единого признака, без единого пятнышка грибов. Но у меня их и быть не может, этих грибов. Просто не может быть. Я же не идиот. Взять вот эту ветку, не туда растет. Эта ветка вниз растет. Эта ветка в середку растет. Я же не такой идиот. Я их не назвал идиотами. Я называю идиотом. Тот, кто самый первый это придумал. Про лишние ветки. Извечет дерево, а потом он любуется на грибы. А потом бордосской жидкостью, как тут. Прыскает, дядя. Так вот, я нашел несколько таких. Одно дерево, я покажу, было уничтожено полностью. Поливами. Шланг. Я показывал его. Шланг висит и как крутит насос. Так он молотит куб за кубом. Уничтожили дерево. Ветки, чик, валялись в углу. Я нашел ветки с грибами. Мертвые с грибами. Вот так вставил и говорю, не дождетесь. Меня на свете не будет. А на этом дереве, которое я вот обеспечил, казалось бы, заразное за это, не появится ни одного грибочка. Пройдут годы. Будем следить. Редактор субтитров А.Семкин